Здравствуйте! Мы с вами продолжаем изучать историю. Тема нашего урока – Каканское восстание 1873-1876 годов. Особенность этапов – завершение завоевания Южного Кыргызстана Российской империи. Сегодня мы узнаем, что случилось с Каканским ханством и как присоединился Южный Кыргызстан к Российской империи. Ознакомьтесь с планом урока. Положение населения Каканского ханства в XIX веке, первый этап Каканского восстания, второй этап Каканского восстания, личность Курманджан-Датки и завершение завоевания Южного Кыргызстана Российской империи. С 1868 по 1876 год начинается второй этап захвата кыргызов на юге Российской империи и захват Каканского ханства. Но на юге этот процесс проходил болезненно. Кыргызы Юга играли очень важную роль в Каканском ханстве и в конце остались единственными защитниками ханства. По сути, Каканское ханство было государством южных кыргызов и копчаков. В эти годы кыргызы-ферганы восставали и твердо сопротивлялись русским. Но их усилия оказались тщетны. Ведь царские войска были лучше подготовлены и лучше оснащены технически. К концу 60-х, начало 70-х годов XIX века положение всего населения Каканского ханства, в том числе южных кыргызов, стало невыносимо тяжелым. Одной из усугубляющих причин этого явилось установление вассальной зависимости ханства от Российской империи. Потеря большей части территории с многочисленным населением совершенно опустошила казну ханства и повлекли за собой еще более разоряющие издержки. Худаяр хан и его приспешники в надежде возместить все расходы за счет народа безудержно повышали размеры, количество налогов и поборов. Худаяр хан, заслуживший всеобщую ненависть своим самодурством и необыкновенной жадностью, в последние годы правления придумывал все новые и новые налоги для пополнения казны и личного обогащения. Худаяр хан был жестоким, коварным и беспринципным правителем. Служба в ханском войске была также для кыргызов тяжкой обязанностью и сыровым испытанием. Привлеченные к службе кыргызы должны были являться на полностью снаряженном коне и сами заботиться о своем вооружении. В военное время хан забирал у кыргызов столько воинов, сколько ему заблагорассудится. Неуклонное ухудшение жизненных условий южных кыргызов изо дня в день усиливавшийся ханский гнет, произвол акимов и беков послужили толчком к новому восстанию против ханской власти, которая охватила подавляющую часть населения Ферганы, Алая и Андижана. Самое крупное освободительное движение южных кыргызов, охватившее обширную территорию, известно в истории как Каканское восстание, в котором приняло участие более 100 тысяч человек. Это восстание, начавшееся в 1873 году и продолжавшееся до 1876 года, историки делят на два этапа. И оценивают как антифеодальное народно-освободительное движение. Каканское восстание началось как антифеодальное движение кыргызов в 1873 году, вызванное увеличением налогов и податей каканским ханам Худаярам. К восстанию, которое возглавил Исхак Хасанулу, действовавший под именем Пулатхан, примкнула часть духовенства и феодалов. Пулатхан. Настоящее имя – Исхак Хасанулу. Кыргыз из племени Бастон. Родился в Кишлаке Ох на современном Кадамжайском районе, приблизительно в 1844 году. Учился в каканском медресе Тум-Катар, позже в маргеланском медресе Ак-Медресе, где его отец был мударисом. Живому по природе кочевника Исхаку были невыносимо строгие порядки медресе, и, несмотря на сопротивление отца, в 1867 году он бросает учебу. Служил имамом в Андижане. В 1872 году Кыргыз из Аксы и Чапкала, недовольные правлением Худаяра, направили делегацию к Пулатбеку, внуку Алимхана, жившему в медресе в Самарканде, с предложением возглавить восстание против Худаяр Хана так как он был Тимуридом. Пулатбек отказался. Повторная делегация кыргызов также не имела успеха. В это же время Пулатбек стал аскетом. На обратном пути послы во главе Шердатка встретили в Ташкенте Исхака Хасану Улу, который согласился выдать себя за Пулатбека. Исхак собирает повстанцев Чаткали. К осени 1873 года почти все кыргызы Южного Кыргызстана вступили в ряды восставших. На высшем пике восстания в нем участвовало 42 кыргызских рода. По своей сути это было истинно народное движение, которое выдвинуло из своих рядов доверенных и повсеместно известных предводителей, таких как Мамыр Мерген, Мамун Шамурзак Улу. К середине ноября 1874 года первый этап народно-освободительной борьбы кыргызов против Каканского ханства завершился. При подавлении восстания карательные отряды хана проявляли невиданные зверства. Множество аилов и кишлаков было разграблено и сожжено. Сотни неповинных людей подвергнуты мучительной казни. Второй этап восстания начался в середине июля 1875 года волнениями среди кыргызов, населявших окрестности города Узгена. Худай Архан направил против восставших карательный отряд во главе с Абдурахманом Автавачи. Поворотным пунктом восстания был заговор против Худай Архана и его военачальников, которым примкнули сын Худай Архана на Срединбек, правитель Андижана, и его брат Мурат Бек, правитель Маргелана. Заговорщики вместе со своими отрядами присоединились к Пулат Беку. Худай Архан обратился за помощью к туркестанскому генерал-губернатору и летом 1875 году бежал в Ташкент под защиту русских войск. Восставшие одержали ряд успехов, однако в январе-феврале 1876 года русские войска под командованием генерала Скобелева разгромили восставших у Андижана и Осаки. Пулат Хан с пяти тысячами повстанцев укрепился в крепости Учкурган, но Скобелев овладел крепостью. Пулат Хану удалось бежать, но вскоре он был пойман и казнен в марте 1876 года. После разгрома восстания Коканское ханство было ликвидировано, а на его территории по указу российского императора 19 февраля 1876 года была создана Ферганская область. В период ликвидации Коканского ханства горные регионы Южного Кыргызстана, в том числе и Алай, еще не были подчинены России. В то время Алай населяли племена Ичкилик, Монгуш, Адагиния и другие. Общее их число составляло 15-17 тысяч юрт, около 75 тысяч человек. После окончательного покорения Коканского ханства России, алайские кыргызы, не желая покоряться русским властям, предприняли попытку сохранить свою самостоятельность. В этот период Алаем правила вдова известного бека Алымбека Курманджан Датка. В мусульманском мире никто из женщин дважды не удостаивался титула Датка, что в переводе на русский язык означает генерал. Алайская царица Курманджан Датка сыграла важнейшую роль в переломные моменты истории кыргызского народа. Незаурядная историческая личность. Курманджан Датка родилась в 1811 году в Кичалае. Ее отец Маманбай был кочевником из рода Монгуш. Несмотря на то, что она была из простой семьи, еще в детстве ее засватали за сына Торогул Бия Кунсиита. В 18 лет ее выдали замуж за человека, которого она впервые увидела в день свадьбы. Он ей не понравился, так как ее муж был значительно старше, и вопреки всем народным традициям, Курманджан вернулась в юрту своего отца. Будущая Датка три года жила у родителей и считалась номинальной женой Кунсиита. Курманджан стала женщиной-легендой, так как в то время господствовало деспотическое отношение к женщине. Никто не мог осмелиться на такой смелый шаг. Своим блистательным умом, смелостью и независимым взглядом она прославилась во всем округе. В 1831 году феодал Алыбек, который получил титул Датка и возглавил племена алайских кыргызов, хотел засватать Курманджан. Но в ответ Алыбек Датка услышал. Датка, пока меня не освободят от брачных уз, по законам шариата, не то что вы, даже каканский хан не может на мне жениться. Вскоре после ответа смелый Курманджан, Алыбек освободил ее от брачных уз и женился на ней. Союз исторических личностей оказался крепким. Будущая Датка родила Алыбеку пятерых сыновей. Для мужа она стала не просто женой и матерью его детей, а преданной помощницей во всех его делах. Во время отсутствия Алыбек Датки Курманджан могла успешно заменять мужа и полновластно управлять алайскими кыргызами. После смерти мужа, павшего жертвой дворцового заговора, власть главы народа наследовала вдова Курманджан. Однако, каканский хан Худаяр объявил алайских кыргызов своими подданными и обложил их податью. Это было совершенно неприемлемо для кочевников, которые никогда никому ничего не платили. Конечно, Курманджан была против этого. В результате упорной борьбы она добилась успеха. После этого случая бухарский эмир Музафар, узнав о влиянии Курманджан на соплеменников, присвоил ей почетное звание Датки. Позже, в 1865 году, сам Худаяр хан подтвердил ее право на почетное звание Датки и управление Аллаем. Курманджан Датка стала единственной женщиной, удостоившейся торжественного приема во дворце Бухарского эмира. Курманджан Датка вела независимую от каканского ханства политику. Она быстро приобрела репутацию мудрейшей правительницы, успешно урегулировавшей родовые споры горных крыгызов. Правительница организовала что-то вроде таможни, так как она хорошо понимала значение Великого Шелкового Пути. Она посылала своих людей навстречу каравану для устрашения, а затем, когда купцы обращались к ней, как к правительнице за помощью и за защитой, Курманджан называла свою цену безопасного следования путешественников. В 1876 году русские войска вторглись на территорию каканского ханства и захватили его. При этом южнокыргызские районы, в частности Аллай, продолжали оставаться непокоренными. Курманджан Датка, как и пятеро ее сыновей, негативно отнеслись к появлению в Аллайском регионе войск Белого Царя, настроившись на оказание им сопротивления и формально возглавив борьбу Аллайских кыргызов против русских войск. Чтобы окончательно подчинить Аллайских кыргызов России, генерал-губернатор Туркестана Кауфман в середине июля организовал так называемую Аллайскую экспедицию на отдаленные высокогорные пастбища. Этот поход имел как карательные, так и научно-исследовательские задачи. Главой экспедиции был назначен Скобелев. 15 июля русские войска начали наступление на Аллай с трех направлений. Из Аша, Учкургана и Гульчи. В сорока километров от города Аша в распадке Шаты двухтысячный отряд Абдылдабека предпринял отчаянную попытку не пропустить русских в долины Аллая, но без всякого успеха. Не желая подчиняться российскому господству, Курманджан Датка еще до прихода русских войск на Аллай перекочевала вместе со своим аилом в Кашгар. Однако, не найдя там подходящего места для стойбища, вынуждена была вернуться обратно. Узнав об идущей на Аллай войне, она решила увезти людей в афганский Памир. Но на границе ее настигли русские солдаты и доставили в ставку генерала Скобелева в Чон Аллае. Во время переговоров генерал убедился в том, что это действительно умная, проницательная, трезво оценивающая обстановку личность и назвал Курманджан Датку Аллайской царицей. В сложившейся ситуации Курманджан Датка не видела иного выхода, как согласиться принять подданство России. В противном случае ее народ был бы просто истреблен царскими войсками. Борьбу вольнолюбивых аллайцев против завоевателей возглавили четверо сыновей Курманджан Датки. Один из них, Камчебек, вместе со своим джигитом Акбалбаном уничтожил небольшой отряд русских пограничников. Позднее, попав в руки солдат, он был приговорен к смертной казни. Чтобы убедиться в искренности заверения аллайской царицы, верности русскому царю, Курманджан Датку пригласили на казнь сына. Об этом историческом факте повествует писатель Толугон Касымбеков. Курманджан присутствовал на казни сына. Сказав, не бойся, сынок, выше голову, отвернулась и ушла. Младшего сына Камчебека повесили, а остальных сослали в Сибирь. Конечно же, смерть младшего сына оказала сильное моральное воздействие на царицу. Оставив общественную жизнь, царица покинула свои владения и поселилась в деревне Мады неподалеку от города Уж. Курманджан Датка умерла в 1907 году в возрасте 96 лет. Алайскую царицу похоронили на кладбище Сары-Мазар с видом на священную гору Сулайман-То. Таким образом, после многих кровопролитных боев Кыргызы Алая, в конце концов, признали власть России. В районах Алая и Гульчи, имевших население 17 380 юрт, были образованы Кичиалайская, Гульчинская и другие волости. С покорением Алая завершился последний этап присоединения Кыргызстана к Российской империи. В 1876 году были образованы подчиненные Ферганской области Каканский, Ожский, Исфаринский, Маргеланский, Андижанский, Наманганский, Чустки, Уезды. Вместе с тем, хотя с падением Каканского ханства Кыргызы освободились от его гнета, они оказались под властью новых завоевателей и земли превратились в колонию Российской империи. Кыргызы, включенные в состав России, были подчинены трем разным административно-территориальным образованиям Семереченской, Сырдаринской и Ферганской области. Захватническая сущность присоединения Кыргызстана к России особенно явственно проявлялась в ее колонизаторской земельной политике. Наряду с множеством отрицательных последствий утверждения власти России в Кыргызстане следует отметить и некоторые положительные стороны присоединения Кыргызов к империи. Во-первых, это значительные изменения традиционных общественно-хозяйственных отношений. Утихли междоусобные распри, были созданы условия для более интенсивного развития производительных сил. Во-вторых, усилился процесс перехода Кыргызов от кочевого и полукочевого образа жизни к оседлости и к земледельческому хозяйству. В-третьих, новое направление получило ремесло, поощряемое торговлей с другими регионами и народами единой империи. Сейчас в качестве закрепления давайте разгадаем кроссворд. Первый вопрос. Как звали сына Курманджан, которого казнили? Второй. Последний коканский правитель. Третий. Российский генерал, который присоединял Южный Кыргызстан к России. Четвертый вопрос. Одно из племен Южных Кыргызов. Пятый. Алайская царица. Шестой. Местность на юге Кыргызстана. И седьмой вопрос. Одно из высоких званий титул. Посмотрите правильные ответы. Первое. Камчебек. Второе. Худояр. Третий. Скобелев. Четвертый ответ. Монгуш. Пятый. Курманджан. Шестой. Алай. И седьмой ответ. Датка. Таким образом мы с вами разгадали наш кроссворд. Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok